ПЕСНЯ 300 тысяч на красное поле, прошу. Вторая ставка на черное, 800 тысяч. Полмиллиона на красное. Один миллион на черное поле. Это все ставки наши, казино. 100 тысяч на красное. Полмиллиона на черное. На красное поле 600 тысяч ставим. На черное 300 тысяч. 800 тысяч на красное. 100 тысяч на черное. Спасибо. На красное 1 миллион. Здорово, господа. Казино сделало свои ставки. Благодарю вас. Начинаем игру. И снова после большого перерыва. Добрый вечер. Добрый вечер в интеллектуальном казино. Единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. А вот где здесь госпожа Амельянюк? Амельянюк. Да. Красавец. Спасибо. Простите за нескромный вопрос. А когда вы родились? Я родилась за 4 дня до рождения передачи «Что, где, когда?» 31 августа 75-го года. А все-таки вы старше. Не могли подождать 4 дня. Это не я, это мама. Да. Госпожа Амельянюк. А вы знаете, как щенков иногда учат плавать? Иногда их просто бросают в воду. Выплывут. Значит, будут жить. Московское время 22 часа 51 минута. И, несмотря на плохую погоду, мы начинаем первую прямую трансляцию летних игр 1997-го года. Свои умственные способности сегодня покажут новички, ровесники программы «Что, где, когда?». Они впервые сядут за наш игровой стол. Финансист крупной компании Светлана Амельянюк. Начальник отдела корпоративных ценных бумаг Александр Конюхов. Зеленые фишки Амельюк Красный. И советник председателя правления страховой компании Братухин. Белые фишки. Экономист-международник Вячеслав Ширяев играет синими фишками. Экономист Владислав Гринберг в черные фишки. И служащий банка Микаэл Джабаров в желтыми фишками играет. АПЛОДИСМЕНТЫ Играем, что где, когда. Теледрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. И сразу делаем ставки. Если есть фишки. Прошу, делаем ставки. 300 черные, пожалуйста. 300 черные у Светланы взяли. Ставлющие красные. 100 тысяч красные. Гринберг взяли. Больше ставок нет. 500 тысяч черные, пожалуйста. Шабаров, 500 тысяч черные взяли. 300 тысяч зеро, пожалуйста. Еще вторая ставка от него же взяли. Больше ставок нет. 100 тысяч черные. 100 тысяч черные. Гринберг взяли. Так, есть возможность сделать ставки еще Уважаемая публика, есть возможность сделать пару ставок Мы сегодня принимаем ставки от публики, нет желающих Господин Дурис, сколько? 300 красных, 300 красных, друзья, взяли И ставок больше нет, все ставки сделаны Один миллион Ни одна ставка знаком не сыграла, играем на деньги казино Итак, сегодня раунд свободный и можно отвечать любому знатоку Против Светланы Амельянюк и ее партнеров Играет бухгалтер из Самары Нелли Лейбева Светлана, у вас как в человеке, как вы думаете, много злого? Наверное, так же, как и в любом другом Так все-таки мало или много? Надеюсь, что меньше, чем хорошего Но хорошее тоже есть Конечно Ну вот китайские мудрецы, Светлана, говорят, что если в человеке есть и доброе, и злое То это просто самый обыкновенный человек Внимание, вопрос! А если в человеке нет ни доброго, ни злого То что это за человек С точки зрения китайских мудрецов Мертвый это может быть Мертвый человек, хорошо, дальше Бог, это человек Нет, это не человек Это идеальный, мудрец Это философ Больной человек, которого надо лечить хорошо Может, мы лишенные, мы лишенные, да, хорошо тоже Ребенок Ребенок Ни хорошего, ни злого, хозяying не около Вопрос в... Какой это человек? Какой это человек? Обыкновенный? Или, наоборот? В обыкновенном случае Может, это необыкновенный или не зло? Нет? В человеке нет ни доброго, ни злого Значит, это злой человек, может Если не в нем ни того ни того ни злого Либо не больной человек То есть человек в нем здоровый Может, это просто добрый, может, это добрый человек Господинания, в нем синт... С другой стороны, мы лишенные Стоя в нем против Несчаст whens roule Хороший человек просто-напросто. Нет, в хорошем должен быть... Равнодушный человек. Ну, отвечай, мертвый или сумасшедший? Больной может быть. Я считаю, что добрый. Нет, не больной. Что? Умалишон добрый. Теблой версии я не обратила. Сережа. Сережа, давай. Итак, может отвечать любой знаток. Кто рискнет? Отвечаю я, Сергей Братухин. Сергей Братухин. Я хочу... Вы новички. И я хочу немножечко вам помочь. Вы набросали много версий за столом. Одна из них правильная. А вопрос очень трудный. И сейчас вы должны выбрать правильную версию. Итак. Если в человеке нет ни доброго, ни злого, то что это за человек с точки зрения китайских мудрецов? Ответ без размышления. Сразу. Мертвый. Мертвый человек. Там не только доброго и злого, там еще кое-чего нет. Жизни нет. Итак, внимание, правильный ответ. Китайские мудрецы считают, господин Глинберг тоже так считает, что если в человеке нет ни доброго, ни злого, то это мудрец. Настоящий мудрец. У вас была такая версия, и вы проиграли первое очко. 1-0. 1 миллион. У команды «Новичков» выиграл бухгалтер из Самары Нелли Лебеда. Поздравляем вас. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем, Нелли. 1 миллион. А сейчас внимание, уважаемая публика. Главный приз для наших игроков по-прежнему – золотая фишка «Голден Пэлэс». Обладатель «Золотой фишки» получает особые привилегии в самом большом казино России – «Голден Пэлэс». У нас в интеллектуальном казино «Золотая фишка» никогда не может быть проиграна. «Золотая фишка» «Голден Пэлэс» в любой момент может быть обменена на 10 тысяч долларов США. 1-0. Проигрывают наши новички. Следующий раунд. Делаем ставки, если не оживающий. 100 тысяч красные. 100 тысяч красные. 300 черные. 300 черные у Протухина взяли. 100 черные, 300 красные. Ширяев две ставки взяли. 100 зеро. 100 зеро у Понюкова взяли. Больше денег нет. 500 черные. 500 и полмиллиона. Амиленюк. Ну что ж, есть возможность еще, по-моему, взять ставку у публики. Раз, два. Не понял? 600 красные. 600 красные взяли. Ставок больше нет. Ставки все сделаны. Ай, да. Опять ни одна ставка не сыграла. Ни публика, ни знатоки не сыграли. Простите, 800 тысяч. Это деньги казино, да? Мы играем на 800 тысяч. Против вас играет Владимир Ковалев, студент Одесского Политехнического Института. Очень трудный вопрос. Смотрите, какой хитрый студент. Господа, сам художник считал, что в его творчестве есть два основных противоборствующих цвета. Один сродни пшеничному полю, солнечному свету. Другой казался ему таинственным, как вечность, как фатальная неизбежность смерти. Внимание, вопрос. Назовите этого великого художника и его два цвета. Малевич, Малевич, белый и черный клавиш. Он, конечно, желтый, ребят. Авангарнелый какой имени? Желтый, все-таки, желтый, скорее, ребята. Это не может быть Пикассо, голубой и розовый цвет. Может быть, это не художник. Голубой и розовый цвет. А художник, им сказательно, что им быть бог. Ребята, фарашинов, может быть, что, где, когда само пшеничное поле? Нет, нет, красное и черное. Ребята, два цвета. Эндаль, парни был художником, ребята. Все-таки здесь будет желтый и черный, я думаю. Или желтый, какая-то картина есть, которая... Двина синий, может быть, ребята, другой художник. Подсумки, художник, природа, гроза какая-нибудь. А нет, сам художник говорил. Черный? Сам художник говорил, значит, бог это какой-нибудь. Пшеничное поле, это второе таинственное пшеничное поле. Может быть, цвету пшеничное. Может быть, это золото. Желтый и черный, это кого есть? Ребята, золото и черный, может быть, все-таки, что, где, когда, мак. Нет, как художника фамилия. Может, черный и красный, на самом деле. Художник, хорошо. Одесса, жванец. Господа, я могу продать вам еще одну минуту. За один миллион. Нет, отвечаем. Да. Итак, кто этот художник и его два основных противоборствующих цвета? Кто попробует? Попробую я ответить. Ага. Это уже опасно. Так. Мы решили, что все-таки два противоборствующих цвета, это цвет белый и цвет черный. И нам кажется, что, может быть, это будет Малевич со своим черным квадратом. И белым квадратом. Понятно. А скажите, пожалуйста, господин Ширяев. Да. Один цвет сродни пшеничному полю и солнечному свету. Вы не дальтоник? Пшеничному полю и солнечному свету. Все зависит от цвета. Да, и от вас, конечно. Вы называли правильный ответ. Поэтому я испугался. Внимание. Ответ правильный. Конечно. Это величайший художник 19 века. Ван Гог. И два основных его цвета. Желтый и синий. 2-0. Все нормально, детки. Все нормально. Нормально, ребят. Молодец. Мы просто отыграли. 800 тысяч мы отправляем студенту Одесского политехнического института Владимиру Ковалеву. Мы начинаем третий рамк. Ну что ж, кто будет делать ставки? 300 красные. Простите, 300 красные. Прошу. 100 тысяч черные, 100 тысяч красные. Ширяев. От отчаяния две ставки. 500 красные. 500 красные. Конюхов, взяли. 300 зеро. Джаваров, 300 зеро. 300 черные, пожалуйста. Амельянин, госпожа, 300 черные. Взяли. Так, больше ставок нет за столом. Посмотрим на Волчок, есть возможность или нет. Одна ставка, наверное, еще возможна. Кто будет? 500 черные. 500 черные. Прошу вас. Опять, по-моему, тот же самый человек из публики. Взяли 500 черные. Миллион черные. Уже поздно. Ставки сделаны. Простите. Итак, впервые сыграла ставка Вячеслава Ширяева. Да. Ваша ставка увеличилась в 10 раз, господин Ширяев. Не торопимся. И на кону сейчас 1 миллион рублей. Ваш раунд, ваша игра, господин Ширяев. Против вас играет учительница Елена Борисова из Калуги. С двумя детьми против знатоков. Катурин Ширяев. Да. Вы верите в духов? Нет. А в привидения? Нет. Вот так определенно. Домашний дух или божество всех судит этот идол вещей. И кажется, что наши вещи – хозяйство личное его. Внимание, вопрос. О ком это Шарль Бодлер? Время. Время? Так, ребят. Женаты. Это домашние боги. Ладно, еще что? Домашние животные. Домашние животные. Быль, воздух. Все судят этот идол. Огонь. Этот идол – вещи. Идол – вещи, ребят. Это не время. И кажется, что наши вещи… Что, было? Дальше что-то, что-то. Вещи хозяйства личное его. Домовой. 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 Ребят, а кто может дома? Нет, это слишком примитивно. Если перевести дух… Это вообще иностранный сказал, да? Иностранный сказал. Дух, фарком, призрак. Привидение. Это что-то из области мистики должно быть. Ребят, а может быть просто домовой? Домовой. Может быть, может быть. Ну ладно. Это слишком плоско. Что-то образное. Домашнее животное. Уют домашнее. Почему домашнее животное? Человек, человек, человек. Семья. Комфорт. Кто всех судит, ребята? Он всех судит. Понимаете, почему всех судит? Время. Время судит всех. Понимаешь, с этой точки зрения? Домашний дух – это не то, да. Выкинь свечу. Выкинь свечу. Итак. Домашний дух или божество всех судит этот идол вещей. И кажется, что наши вещи – хозяйство личное его. Отвечает Вячеслав Ширяев. Прошу вас. Ваша игра. На кону миллион? Время. Время. Домашний дух – время. Теперь правильный ответ. Господин Новиков. Может быть, вы подскажете правильный ответ? Такой недоуменный взгляд на этот вопрос. А? Господин Новиков. Наверное, на экране. Черная кошка. Домашний живот. Кстати, Господин Новиков, не островок сказал, что в этой серии черная кошка принесет вам удачу. Господин Новиков, надо было поставить. Вы бы выиграли сейчас суп. Я не успел. Не успел. Правильный ответ, конечно, кошка. 3-0. Следующий раунд. Следующий раунд. Прошу. 100 тысяч красная. Ширяев продолжает ставить. Взяли. 100 черная, 100-0. Взяли у вас две ставки. 300 красная. Джабаров 300 красная. Взяли. Больше ставок нет. Уважаемая публика. Миллион красная. Миллион красная у господина Новикова. Он осмелел. Миллион черная. Хазбов посмелел. 500 черная. И третья ставка. 500 черная. 500 черная. 500 черная. 500 красная. Постойте. Дайте посмотреть на волчок. 500 красная. 500 красная. Последний. Что такое? 500 красная. Рукой остановили. Рукой остановили. Кто именно? Ну не я. Дилер. Дилер. Да. Перегрутите волчок. Еще раз волчок, прошу. Не перекосите его. Волчок можно помедленнее. То есть не надо раскручивать его так. Ну что ж, делаем ставки. Уважаемая публика, уважаемые знатоки. Можно продолжить ставки. 300 черная. 300 черная. 600 красные. 600 красные. 600 красные. Козлов. И на этом ставки закончились. Ставок больше нет. По-моему, накрыли весь стол. Кто-нибудь сейчас возьмет. Простите, чья это сумма? 300. Кто поставил? Так. Ставка из публики. Господин Друйс, да? Ну вас представлять не надо. Итак, ваша ставка, господин Друйс, увеличивается. В 10 раз на кону 3 миллиона. И против вас и ваших друзей, я надеюсь, играет Алексей Андриадзе в Тбилиси. Вот он. Такой. Внимание. Черный ящик. Господа, в этом черном ящике лежит то, что стало символическим изображением той, которая, будучи русской, поет об англичанине на музыку француза бельгийского происхождения. Время! Бельгийского происхождения Пуаро, может быть. Она русская, ребята. Кто это? Русская. Русская, которая поет символом? Русская, которая поет символом? Ну что это? Английскую мелодию. Что на английскую мелодию? Музыку, которую написал француз. Английская мелодия. Ребята, кто это русская? Вишневка не может быть там символом. Какая-нибудь современная, может быть. Я не знаю там кто. У какой известной певицы или кого-нибудь поет символ вообще? Это Пугачёва не может быть? Какой символ? Так, еще раз. Воробуши Парижа. Кто? Какую воробуши? Русская поет об англичанине, музыку, которую написал француз бельгийского происхождения. Ну это не может быть Герман там этот... Слушайте. Ковая дама может там... Вот это хорошо. Не может быть? Нет. Слушайте, пиан. Об англичанине. Об англичане. Герман кем был? Англичанин или немцем? Немцем. Немец, не идет. Поет об англичанину. Музыку... Минуту покупаем или как? Надо. Давайте поправим. Господин Крупов. Далее. Интересная ситуация. Отвечать сейчас должен наш магистр, господин Друсси. И личное из уважения к магистру, я повторяю вопрос. Господа, в этом черном ящике лежит то, что стало символическим изображением той, которая, будучи русской, поет об англичанине на музыку француза бельгийского происхождения. А далее следует вопрос, что в черном ящике, господин Друсси? Я вас не тороплю. Если у вас есть лишние деньги, пожалуйста, пообсуждайте еще одну минуту. Сколько? Миллион. Миллион. На семерых. Нет, не дам торговаться. Обсуждение не будет. А монет? Итак, господин Друсси, ваш ответ. Что в черном ящике? Символическое изображение той, которая и так далее. Ну, мы предполагаем, что там изображение Дамы Пик. Вот такое предположение. Глинберг испугался просто. Так, а теперь, внимание, правильный ответ. Русская графиня поет об англичанине Ричарда Левиной Сердце на музыку француза бельгийского происхождения Андрея Гретри в опере Чайковского. Откроем черный ящик. Откроем пиковая дама. АПЛОДИСМЕНТЫ Магистр, молодец. Размочил. 3-1. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОСПОДИСМЕНТЫ 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 ЗА ОБИЗ КАДРУС ДЕЛОМ ДЕЛО ЗА 100 черные, 100 красные Две ставки, господин Джабаров взяли 100 зеро Взяли у вас 300 черные 300 черные Взяли 300 красные Пока вы будете смотреть Мы можем взять пару ставок Миллион черные и 600 красные Две ставки у господина Козлова Простите, дайте нам учет Две ставки у господина Козлова И по-моему, ставки все сделаны Ставок больше нет Ни одна ставка не сыграла Перестаньте волноваться Ни одна ставка не сыграла И мы играем на деньги казино 800 тысяч на кону И сейчас вам предстоит сыграть Без Александра, друзья Блиц-турнир Это три вопроса Блиц-турнир По 20 секунд обсуждения Каждый обсуждает Все шесть знатоков Внимание Вопрос первый Господа Знаете ли вы Неотъемлемую принадлежность Бога Хе-Хе? Да, не знаете, конечно А знаете ли вы На чем сидит Трехглазая богиня Доуму? Тоже небогато А знаете ли вы Наконец-то Что растет Из пупа Бога Вишну Ну что ж так Учитель из Светловодска Александр Адамович Просит показать Его Закрытым Внимание И открытым Как это делают Индийские танцовщицы Таков первый вопрос Время Ребята Родинку Закрытым хорошо Может быть руки Что-то Глаза Интересно А там у них глаз Что может расти Глаз, нос, зуб, ухо Глаз, хвост Нет, может Рот Рот Может это сердце Ребята, то на чем сидит Богиня А при чем тут Толцовщица На чем она Ребята, что у нас есть Закрытый, открытый Рот Глаз, ребята Конец обсуждения Итак Кто будет показывать Желающие есть Я буду показывать Закрываете амбразуру Закрыл Нет, вы покажите Ну, глаз это Вот в данный момент Закрытый А вот так Он открытый Вот так, да? И вы думаете На этом предмете Если так можно сказать Сидит Это самая Трехглазая богиня И этот глаз Растет из пупа И так далее Да? Хорошо У богини свои причуды А самое главное Индийские танцовщицы Это показывают Как же мы можем видеть Из портера И даже из балкона Как Закрытый И открытый глаз Внимание Правильный ответ Посмотрите, пожалуйста На господина Друзья Который Все время пытался Обратить на себя Внимание Это лотос Закрытым его Индусы показывают Так Покажите, господин Друзь Открытым Вот так Ну что ж Счет становится 4-1 800 тысяч рублей 800 тысяч рублей Получает Александр Адамович Учитель из Светловодска Счет 4-1 Проигрывает новички Я объявляю Тайм-аут Одна минута Займ-аут Просто найм-аут Займ-аут Или пауэн Так Зависит Я хочу понять Так, трудно? Очень Очень Ну мы выйдем Я не сомневаюсь Ваши Я всегда буду выигрывать Никогда на проигрыш Я не выходила Я очень надеюсь Но голосов-то слабый А у меня всегда такой Ну а если серьезно То я предоставляю возможность С вашего согласия Прежде всего должна дама согласиться Посадить за стол Кого-нибудь из наших мастеров Такая возможность предоставляется Вы можете ею не воспользоваться И вы можете За исключением одного человека Остаться в клубе И играть И играть И играть И играть Я надеюсь Что наши старички Согласятся помочь вам Я несколько грубо сказал Что мы щенков Бросаем в воду Вы меня извините, пожалуйста Но вы чувствуете Что никакого снисхождения К вам У меня нет Это настоящая игра Вы рискнули Селись за игровой стол Битышон Так Итак Вы берете помощь Пересаживаете кого-нибудь Знаете, я думаю Что если мы выиграем То мы выиграем сами А если мы проиграем То тем более мы проиграем сами Молодец Счет 4-1 И мы начинаем Шестой раунд Ну что ж Остали Джабаров Ставку делаем 100 черная 100 зеро, пожалуйста Две ставки у господина Джабарова Взяли 100 красная 100 красная Госпожа Амелья Нюк 300 красная 300 красная Взяли У господина Глинберга Хонико Пас Ширяев Пас Пас Посмотрим сейчас 500 черная 500 черная у Левина Прошу вас 500 красная Все Ставки все сделаны Сыграла Сыграла ставка Михаила Джабаров Паузу 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 Пауза Пауза Зачем же паузу, когда сыграла ставка Пауза 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 Дороче говоря, это ваше дело Позвольте нам все-таки Переломать может быть ход игры Позвольте Ваше право Я не позволяю Ваше право Ставить музыкальную паузу Михаил Джабаров Вы разрешаете Ваша ставка сыграла Держи Владимир, к чему с удовольствием сыграем? А, ваше право вы можете наложить вето. Итак, по распоряжению Михаила Джабарова этот раунд мы играем. На кону было, по-моему, 100 тысяч, да? Ваша ставка возросла в 10 раз. И сейчас вы будете распоряжаться одним миллионом. Ваша игра, господин Джабаров. И против вас супер-блиц. Супер-блиц. И впервые у нас супер-блиц как бы снят на пленку. Он состоит из трех пленок, которые прислали нам телезрители. Итак, три вопроса по 20 секунд размышления. Каждый играет один знаток. И этот знаток Микаел Джабаров. Вопрос первый. Вопрос первый. Вот играет семья Ирины Поликарповой. Вот где здесь Ирина, трудно понять. Но тем не менее, внимание на экран. Уважаемые знатоки, этот военный головной убор появился в 1797 году. Его найтили люди, которые занимались заготовкой провиантов, продовольствия, корма для лошадей, топлива. В артиллерийских и кавалерийских частях. Выглядел он в виде суконного остроконечного колпака, перегнутого пополам. Вот так. Дорогие знатоки, а как сейчас называется этот головной убор? Итак, как сейчас называется этот головной убор? Время. Господин Крупье, не знаю, как в 17 веке, а сейчас мы вот все, что перечислила наша уважаемая телезрительница, мы называем простым словом фураж. Простите, простите, простите. Головной убор – фураж. Нет, головной убор мы называем фуражкой. Фуражкой. Вы выигрываете первый вопрос. Внимание, продолжаем Супер Блиц. Вопрос второй. Та же Ирина Поликарпова. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, вся моя жизнь связана с собаками. Родилась я в год собаки, дома у нас есть собака, да и работу свою преподавательскую в училище я называют собачьей. Так иногда устаешь, что приходишь без задних ног, а коллеги меня успокаивают. Ничего, и на нашей улице будет праздник, придет еще наше собачье время. Уважаемые знатоки, а когда придет это время? Итак, когда придет собачье время? 20 секунд. Господин Круп, я могу ответить? Да, конечно. Вот помню, я когда учился в школе, такое время приходило на каникулах. Собачье время в древности приходило с появлением самой яркой звезды в созвездии Большого Пса – каникулы. Вы выигрываете второй вопрос. Джабаров, вы правильно сделали, может быть, что не дали музыкальную паузу. А сейчас последний, решающий, третий вопрос. Та же Ирина Поликарбова. Внимание на экран. Ну, давай, рассказывай, как там было на карнавале? Ой, знаешь, там у ведущего была такая харя. Да, впрочем, у его помощника была харя не хуже. Саша, ну разве можно за глаза так говорить? А что? Я называю вещи своими именами. Все равно ты не права. Так, почему я права? Уважаемые знатоки, а права ли моя дочь? И почему? Вот такой вопрос. Кто прав, мама или дочка, по поводу Хари? Да. Господин Крупп, я не знаю, насколько это разрешено правилами, но в определенный момент я просто не расслышал, что отвечает дочка. Там спор заключается в следующем, господин Жабаров, что дочка увидела в каком-то месте на карнавале харю и употребила это слово. Мама сделала ей замечание, что так нельзя, как бы, говорить. Харя – это нехорошее слово. Дочка говорит, нет, ничего стыдного здесь нет. Харя есть харя. У него такая харя, сказала дочка. И вот кто из них прав? Тот, кто употребляет слово харя, а именно дочка, или тот, кто делает замечание, что так употреблять это слово неприлично, мама? Время. Вам придется отвечать. Да. Итак, можно ли говорить харя или, в принципе, нельзя? Ну, наверное, в данном случае мама не совсем понимает дочку. То есть дочка называет харей совсем не то, что думает мама, а некий другой человеческий орган. Некий другой человеческий орган. Ну, лицо, то есть харя является, вот, маска, которая есть на... Граждане, не надо подсказывать аплодисментами. Маска, которая одета на их учителя, она на карнавале называется харей. Вот об этой маске дочка и говорит. Ну, здесь по логике была явная подсказка. Но я не вижу красной карточки. Очевидно, мои помощники тоже болеют за новичков. Я вынужден дать очко. Вы выигрываете супер-близ. 4-2. Господин Джабаров, вы получаете 1 миллион. 1 миллион. Вы играете? 5-й играете. Господа, 28 июня состоится большая игра по большим ставкам. В большой игре примут участие те игроки, которые заработали больше всех денег в предварительных играх. Пока больше всех. И единственный, кто пока заработал. Извините, из действующей команды господин Джабаров, 1 миллион. Ну и, конечно, Александр Друсь со своими тремя миллионами. Итак, два человека имеют рейтинг Джабаров и Друсь. А мы начинаем 4-2 счет. И мы начинаем седьмой раунд. 300 зеро. Прошу вас. 300 зеро взяли. 100 тысяч черное. 100 тысяч у Глинберга взяли. 100 тысяч красное. 100 тысяч красное у вас взяли. Господин Братухин. 300 красное. Простите. Коньков 300. Красное. 300 красное. Так. 300 черное, пожалуйста. И 500 тысяч черное. Еще две ставки у Микаила Джабарова. Я думаю, что ставка... 600 красное. Ну что же такое? 600 красное и все. 700 красное. Все. Волчок замедлил свой год. Больше ставок. Нет? Ставки сделаны. Минуточку. Собрались, ребят. Забыли об этом. 500 черное сыграло. Ставка сыграла опять господина Джабарова. Вот как интересно складывается игра. Господин Джабаров, опять ваш раунд, ваша игра. И на кону сейчас удесятиленная ваша ставка, а именно 5 миллионов рублей. Играем, ребят. Да, конечно. Играет семья Шакамоговых. Поселок Печенега Мурманской области. Вот они. Ваши противники. Господин Джабаров. Вы женаты? Нет, но готов рассмотреть предложение. Имейте в виду, вас смотрит примерно 120 миллионов человек. Из них половина, а может быть и больше. Прекрасного пола. Ну хорошо. Чем больше смотрят, тем лучше, наверное. Конечно. Внимание. Сапог жениха. Господа. В старые времена существовал такой обычай. В свадебную ночь невеста должна была стащить с жениха один сапог. В одном из них деньги. А сейчас снимаем? А сейчас... А... Слушай, на вопрос. Не торопись. Ведь у вас же была возможность, Светлана, четыре раза ответить правильно. Снимает один сапог. Именно так решался тогда главный вопрос будущих семейных отношений. Внимание, вопрос. Что в сапоге? Досрочный ответ, господин. Вот для чего она подсказывала. Для того, чтобы сэкономить минуту обсуждения. Понятно. Ну что ж, досрочный ответ, так досрочный ответ. Михаил Жарбанов. Что в сапоге? Что в сапоге? В этом сапоге, наверное, должны быть деньги по логике вещей. Все. Внимание, правильный ответ. Да, это правильно. Главный вопрос семейных отношений. Что это, Светлана? Какой главный вопрос? Кто является главой семьи? Если женщина снимает сапог с деньгами, то она является главой семьи. Если мужчина остается в сапоге с деньгами, то он на всю оставшуюся жизнь остается главой семьи. Итак, мы смотрим, что же в сапоге. Что там? Деньги. 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 Еще остановится 4-3. Господин Шабаров, у вас прибавилось 5 миллионов. Ваш рейтинг сейчас 6 миллионов рублей. Больше, чем у господина Друзья. Чему я очень рад. Счет 4-3. Еще немного. И наши мальчики и девочка выиграют у телевидителей. Мы начинаем следующий раунд. Можем делать ставки, хотя, конечно, денег... 300 черные у Светланы взяли. С symposium. Полумиллиона красное, пожалуйста. Полмиллиона красные Джабаров. Полмиллиона черное, пожалуйста. Полумиллиона черное Джабаров. 800 тысяч, пожалуйста. Право. С怎樣 бан Municipal Diary. Ваша ставка увеличилась в 10 раз. И на кону сейчас 1 миллион рублей. Мы играем интеллектуальное казино против знатоков. Как бы мне такой вопросик задать, чтобы вы ответили, а? Не надо. Поддавки не надо. Не надо. Ну что ж, деньги достаточные для того, чтобы показать хорошую игру. Не правда ли, господин Ширеев? Это от денег, по-моему, не зависит. Умница. Вот старики бы так никогда не сказали. Не надо ставить так долго. Начинаем раунд зеро. Дело в том, что мой тезка, Володя Кесарев, очень просил угостить молодых знатоков чем-нибудь крепеньким, покрепче. Речь идет о напитках. Водка нам надоела в этом зале. Кто-то засмеялся. Поэтому я принес сюда в казино сегодня свой любимый коньяк. Багратион, пожалуйста. Прошу вас. Это на самом деле очень хороший коньяк. Попробуйте, пожалуйста. Попробуйте. Кто спросил, чей завод-то, это не тайно. Это Кислярский завод. И тем не менее, наш Багратион будет покруче их, Наполеона. Прошу вас. Прошу вас. У всех есть, да? Кто хочет закусить, прошу. Закусочки, а? Кто-нибудь хочет? Все нервничают, никто не ест, ничего не пьет. А может быть, вы для поднятия духа что-нибудь такое посолиднее хотите, а? Закусочку посолиднее. Прошу вас, посолиднее закусочку, пожалуйста. Посерьезнее. Да? Посерьезнее. Ах, как пахнет. Навар какой-то. Да вы коньяк пробуйте, ну что ж вы нюхаете-то? Баграти, что это такое? Что там, вонюха с зеленью? Какой-то суп непонятный. Слушайте, они совершенно неуменяемые. А теперь... Горох, по-моему. А теперь слушайте, вот меня сейчас, послушайте, пожалуйста. Хорошо сидим, нет? Хорошо. И вот когда у нас все есть, и мы так хорошо сидим, мы можем с полным правом назвать наше заведение корчмой. Пишите все. Самое главное, чтобы все записали. Корчмой. Внимание, вопрос. А что нужно сделать, господин Ширяев, чтобы из этой обыкновенной корчмы получился настоящий кабак? Время. Так, может, что им все есть накрыть? Еще и спиртного. Кого-то удалить, может? Два вида спиртного подать, ребята. Женщину убрать. Женщину убрать. Главное, еще что, зачем вот это вынесли? Вообще, значение слов, откуда кабак, корчма? Кабак, это вообще кабак. Кабак, перед, то есть впереди что-то. Впереди, а корчма сзади не может быть. Я не знаю, десерт есть. Может быть, выпить? Все смешать, это все убрать. Может быть, это все съесть, выпить, и тогда все нормально уже, уже кабак. Нет, это изначально должно что-то присутствовать. Кабаке женщины могут быть на самом деле, на самом деле. Может, врук-то убрать. Слушайте, может быть, в обратном порядке это все подать? Смотрите, как нам сначала коньяк предложили, потом орехи, потом фрук. Нет, это все, это корчма. Может, закуску надо нам сделать, ребята? Закуску убрать. Ребята, красиво закуску убрать. Слушайте, убрать закуску, а тогда к вам, может быть. Да, корчма, потому что там еще ели, еще там, тема отличалась, а там только пьют. Это хорошее. Да, похоже. Ну, закуску с едой что-то делать, вот одна настоящая еда, ее убрать или оставить. Итак, господин Ширя, вы отвечаете, по-моему. Рискнем. Рискнем. Итак, что нужно сделать, чтобы из этой корчмы получился настоящий кабак? Для этого нужно, чтобы ваши помощники убрали отсюда вот это, вот это и вот это. А вот это что? Закуску, вот эту. Закуску надо убрать? Вот это, вот это. Закуску. Закуску. Вот сейчас. И вы думаете, что если мы уберем отсюда закуску и оставим только выпивку, это будет кабак? Это будет кабак. Внимание, правильный ответ. Дело в том, что еще Иван Грозный убрал все корчмы на Руси и поставил вместо них кабаки. Историки утверждают, что эта реорганизация очень дорого обошлась России, изменив, уже поздно обсуждать, изменив ее судьбу. А разница заключается в том, что в корчме можно было и пить, и закусывать. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще становится еще одно очко в вашу пользу. Поздравляем. Счет 4-4. Ширяев заработал сейчас 1 миллион. Счет 4-4. Можно превратить корчму в кабак, пожалуйста? Уберите, пожалуйста, всю эту закусу Счет 4-4 И мы начинаем девятый раунд Делаем ставки Две ставки у господина Братухина взяли 300 красная, 300 черная Две ставки у господина Ширяева взяли 100 черная 100 черная конников взяли 500 красная 500 красная Джабара взяли 500 черная И вторая ставка у вас взята 800 черная И третья ставка у вас взята 100 тысяч на зеро 100 тысяч на зеро, Блингер, взяли 800 красная, можно? 800 красная у Тимофеева взяли Стоп, ставки все сделали, стало больше нет Опять зеро Моя, твоя, нормально, все хорошо Опять зеро Опять зеро А ведь у меня трудные вопросы Если господин Климбер, ставка которого сыграла Решит сейчас поставить музыкальную паузу Я буду не против Играем, играем, играем Играем Играем, тогда я вынужден выйти Выйти АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не виноват Такова судьба Девушка рада со мной встретиться второй раз Господа У нас на кону Миллион И мы начинаем Раунд зеро С вами играем С удовольствием Вы разрешите мне пользоваться шпаргалкой Потому что я буду говорить цитаты Можно? Пожалуйста Итак, господин Глинберг, поговорим об этом. Дюма. Это поистине не имеет пределов. Это поистине не имеет пределов. Вольтер. Это основной источник доходов государства. Это основной источник доходов государства. Бисмарк. Это дар божий. Но не советовал Бисмарк этим даром злоупотреблять. Ну и, наконец, наш Гоголь. Что он писал про это? Он сказал, это составляет особую прелесть женщины. Госпожа Амелья Нюк. Внимание, вопрос. Тишина. Я слышу подсказки. Тишина. К сожалению, вы сможете оценить это только через одну минуту, когда скажете, что же это такое. Время! Это глупость. Почему источник доходов? Может быть еще. Мне кажется, это покорность. Покорность не может быть. Источник доходов государства. Покорность людей, что они платят налоги. Не имеет предела, покорность не может быть. Жадные. Ладно, еще жадные. Быстро. Это поистине не имеет предела. Основной источник доходов государства. Дар божий, но не советуют им злоупотреблять. Бисмарк про глупость может сказать, что это дар божий? Это умный оборот. Может это люди. Глупость не может быть источник. Ладно, еще отъявляя глупости. Мы оценим это по достоинству, когда ответим. Чревоугодие. Жадность, преступность. Что мы можем оценить? Ребята, вопрос? Может это вопрос? Случай. Ответ. Мы оценим по достоинству. Оценим по достоинству только когда ответим на этот вопрос. Вот так сказали. Вопрос, ответ оценим по достоинству. Да божий. Интерес, любопытство. Любопытство может быть. Любопытство. Это поистине не имеет пределов. А почему источник дохода государства? Азарт, лотерея, лотерея, лотерея. Замолчали. На полусловие. Я повторяю вопрос. Это поистине не имеет пределов. Это основной источник дохода государства. Это дар божий. Но им нельзя злоупотреблять. И, наконец, наш Гоголь. Это составляет особую прелесть женщины. Что это, господин Глинберг? Любопытство. Вы можете передать ответ. Я вам разрешаю. Передайте ответ даме. Ведь прелесть-то и ее, господин Глинберг. Передайте ей ответ. Не хочет. Отвечайте сами. Что это? Скажем, что... Подумайте. Это... Передайте. Передайте ответ. Передайте ответ. Тогда не передавайте. Что? Любопытство. Любопытство. Вы думаете, что основная прелесть женщины с точки зрения Гоголя это любопытство? Вы ошибаетесь. Какая прелесть у женщины? Скажите. Госпожа, скажите, вы это говорили в начале обсуждения сразу? Глупость. 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 Вот теперь вы можете оценить это. После вашего неправильного ответа. Собственную глупость. Забыли. Все, поехали дальше. Счет становится 5-4. Счет становится 5-4. Нет, я остановлюсь. 5-4. Играем у нас еще дополнительное. Почему мы ее не взяли, кстати? Балку поставили. Кого нету, у кого нету. Делаем ставки, господа. Счет 5-4. Ставку у Джабарова взяли. Игра до 6 очков. Делаем ставки. 500 тысяч красная. 500 тысяч полумиллиона. Джабаров, вторая ставка. 300 черная. Светлана, первая ставка взяли. 100 тысяч черная. 100 тысяч черная взяли у вас. 500 тысяч черная. 500 тысяч черная. Полумиллиона взяли. Вячеслав Шиев. Добавляет, Джабаров. Взяли? 100 тысяч красная. А, господин Смирнов, поздравляю. Взяли вашу ставку. Ставки сделали, ставок больше нет. Так, сыграли. Сыграла ставка опять Джабарова. Опять Джабарова. И ставка большая. 5 миллионов на кону, господин Джабаров. Ваша игра, ваш раунд. Вы отвечаете и можете выиграть еще 5 миллионов. А у вас уже 6 есть. Господин Джабаров, против вас играет Игорь Егорихин, Санкт-Петербург. Морской офицер. Внимание, тишина. 5-4. Тишина. Звездочка. Так вы проиграете. Господа, после того, как в 1877 году Александр Второй увидел, как торжественно казаки идут в бой, этот известный марш стал полковым маршем лейб-гвардии его императорского величества, казачьего полка. Внимание, вопрос. Напойте нам этот марш через одну минуту, господин Джабаров. Марш Миндельсона, соответственно, под него идут. Ребят, что-то украинское, может быть, и пчелочка сладкая. Марш Миндельсона, это очень хорошо, ребят, это очень хорошо. Какие марши еще? Согласен, я же. Женя славянский там, ну не может быть знать. Известный русский марш, турецкий марш, Моцарта, там-дара-дара-дара-дара-дам. Боже, это не марш, это гимн. Дальше, ребята. Нет, военное, что стало классической военной музыкой. Под эту музыку уходит. Не обязательно, что оно стало. Это просто было именно вот для этого полка. Еще, ребят, какие, что, известные какие-то милоды, быстрее. В бою не сдаются. Как там, честно, ребят, что-то теперь. Собачий вальс. Казаки, он 7-й, это раньше. Собачий вальс ломает. Казаки, какие марши? Марш, изобразите, это что-то очень простое должно. Турецкий марш. Ну, ребята, мы марш можем только Мендельсона изобразить. Мендельсон, это хорошо, я согласен. Ладно, еще что-то еще можно. Какие марши, ребята, можно? Славянские марши мы знаем позже. Прощай, славянские, это какой марш? Это позже было, это после первой минуты. Хорошо. Готов был какой-то, ты что, 7-й, 7-й? Да. Вторую минуту берем или как? Нет, не берем, не берем. Не берем, не берем. Хорошо, не берем. Ты музыку помнишь? Машина? Да, помню. Молодец, я. Ответ на таком. Напойте этот марш, господин Жабаров. Я надеюсь, что он нам еще предстоит. А если напеть, то вот таком виде. А теперь, внимание, слушаем правильный ответ. Александр Второй сказал тогда, смотрите, казаки идут в бой как на свадьбу. Это свадебный марш Мендельсона. И счет становится 5-5. 5 миллионов получает Михаил Жабаров. Господин Жабаров, у вас рейтинг 11 миллионов. 11 миллионов. Такого еще не было, по-моему, у нас. Счет 5-5. Следующий раунд. А я могу вам дать? 300 тысяч на черное. 300 тысяч на черное, 100 тысяч. У Климпинга две ставки взяли. Счет 5-5. Мы накрываем весь стол, если можно. 300 тысяч красное. Можно. 800 тысяч черное. Так. 500 тысяч красное. Простите, простите, вы нервничаете, неправильно сделали ставку. Почему неправильно? Вот 500 тысяч красное. Нет, вы сказали, сколько? 300, да? А там 400. Ну я ошибся в лучшую сторону. Ну понятно. Ставим, прощаем, ставим. Накрывайте весь стол. 500 красное. 500 черное. Накрывайте, накрывайте, накрывайте весь стол. Давайте по порядку. Я не успокоюсь, пока вы не накроете весь стол. Ну что, правильно, ребят, следите. Давай. Я могу сотку вот эту закрывать. Накрывайте весь стол, господин Джабаров. Потому что так или иначе, а на кону у нас будет сейчас 6 миллионов. Поставите туда. Да, 300. Ибо ваша ставка в 600 тысяч увеличивается в 10 раз. И сейчас вы посмотрите, на какую сумму будет игра. Я объясняю господам, уважаемая публика, если сейчас раунд проигран, то, конечно, все деньги идут, как от казино. Против вас, господин Джабаров, играет Лариса Рождественская. Москва. Играем. Все, забыли. Тишина. Вот она. Ваша последняя судьба. Итак, внимание. Иоганн Себастьян Бах. Кантата. В этой кантате юная барышня просит отца отпустить ее в компанию веселых молодых людей, чтобы предаться экстравагантному занятию. Модному занятию тогда, в то время, и обыденному занятию сейчас. Внимание, вопрос. Как называется эта кантата Баха? Время. Казино, ребята? Казино? Нет. Обыденное сейчас. Ждение книг, распевание песен. Ребята, экстравагантное. Это мода, а в магазин, походу, письмо, в театр, в театр пойти. Билет, 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 билет. Так и называется, экстравагантное. Нет, ребята, сейчас это очень обыденное занятие. В театр, может быть, нет? Плавное? Дальше. Модное, с одеждой связано. Магазин, в казино. А что это экстравагантное, ребята? Экстравагант. А сейчас нормальное. Перевод экстравагантный. Может, плавать вообще, пойти, покупаться? Это какой пакет? Пойти, купаться. Еще что? Нет, кантата как должна называться? Чем это короткое должно быть? Что сейчас является популярным, ребята? Давайте так. Нет, абсолютно обычное. То есть, что-то примитивное там. Может быть, может быть. Нет. Еще работаем. Прибязать. Казино молодых людей. Читать книги. Молодых людей. Где можно балабирять музыку? Казино, ресторан. Кабак. Танцевать. Танцевать, дискотека. Думайте. Давайте дальше. Еще куда можно еще? Вы берете еще одну минуту? У нас есть одна минута. Внимание. Еще одна минута. Я просто хочу повторить вопрос. В этой кантате юная барышня просит отца отпустить ее в компанию веселых молодых людей, чтобы придаться экстравагантному занятию, модному тогда и обыденному совершенно. Вы делаете это каждое утро. Настолько это обыденное занятие сейчас. Время. Умываться, чистить зубы, причесываться. Что мы еще утром делаем? А причесываться парикмахерская может быть? Бить кофе. Завтрак. Что мы утром делаем? Что мы делаем утром? Просыпаемся, моем зубы. Зарядку делаем. Зарядка? Утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика. Пробуждение. Ребята, что может быть? Каждый день совершенно обыденное занятие. Смотрим телевизор? Каждое утро нет. Варим кофе. А что еще делать? А как называется? В смысле, дело же не в том, чем она снялась. Завтра. Завтра. Не может быть, но это не экстравагантно. Нет, это нормально было наверняка. Ну нет, ладно. Нет, обычно. Завтра не мог быть вообще, знаете, ребята, в то время. Каждое утро. Каждое утро. Читаем газеты. Матерос, зубы чистые. Зубы чистые. Молодыми людьми. Поехали. Причесывались. Можем купить еще одну минуту. Нет. К сожалению, у нас просто эфирное время заканчивается. А что будем отвечать? Да, вот что будем отвечать, господин Джабаров. Утри гимнастики. У вас была правильная версия. И если вы найдете точный... Вот так вот. Так вот. С кем вы поменяетесь? Вы можете отдать ответ тому человеку, который произнес точный ответ и больше ничего не делал. Кофе, Мик. Я отдаю этот ответ господину Глимбергу. Мик, что еще? Господину Глимбергу? Вы не ошиблись, господин Джабаров? Ну, говорите, кому? Я отдаю Глимбергу. Глимберг, вы отдаете ответ кому-нибудь или нет? Вместе с деньгами. Говорите быстрее. Я могу ответить и сам. Вы можете или отвечаете? Я отвечаю. Вы отвечаете. Тишина. Это соната. Кантата. Называется что-то типа кофейное. Внимание, правильный ответ. Девушка просит отца разрешить ей пойти попить кофе. Кантата так и называется. Кофейная кантата. Александр Конюхов, спасибо за версию. Счет становится 6-5. 6-5. 6-5 в пользу злодаков. Первая победа злодаков в этом сезоне. Вот имена победителей. Вот имена победителей. Выдержки коньяк Кизляр. Коньяк Кизляр. Индианские коньяки под всем характеристикам превосходят коньяки. Превосходят коньяки французские. Благодаря вам коньяк «Россия». Россия от Кизлярского коньячного завода. 15-летние выдержки кизлярскими коньяками восхищались Суворов, Грибоедов, Лермутов, Лев, Толстой. Коньяк «Россия» господин Уширяев. Господин Клинберг заработал сейчас с моей помощью 6 миллионов. Для вас из Дагестана коньяк Кизлярский праздничный. 17 лет выдержки кизлярские коньяки завоевали на международных выставках 28 золотых и 12 серебряных медалей. Для вас кизлярский праздничный, господин Клинберг. И, наконец, наш герой, герой сегодняшней ночи, сегодняшнего вечера, господин Джабар. 11 миллионов рублей ваш лейтинг. Можно сказать, что вы почти в финале. Это мой любимый коньяк «Багратион». Мы дарим его вас. Король коньяков и коньяк королей. В этом коньяке 20 лет выдержки. Коньяк «Багратион» нашему «Багратиону Джабару». Счет 6-5. 6-5. Российские элитные коньяки мы раздали нашим элитарным знатокам. Игра закончена. Большое всем спасибо.